всем привет у меня поздний завтрак ну встала то я в 9 выходной сегодня но чай попила дочку собрала в школу чай попила и побежала магазин сейчас решила сварить себе кашки овсяной жду когда остынет между делом с вами тут разговариваю вот у меня сегодня по плану пироги пироги рыбные и пирог яблочный еще сделаю вот еще думаю сварить нами супчика надо еще мне сегодня переработка мяса мне говядину мама прислала с деревни настоящая деревенская говядина кто-то знакомый бычка заколол вот горячо вкусно вот только я свинину не смогла купить хочу сделать фарш из говядины и свинины мужа попрошу после работы чтоб зашел купил там приемка товара была если не смогла купить мне как раз пока что говядина тает к вечеру вот всем приятного аппетита то есть чаще ну вот накручу фарш скорее всего сделаю котлетки либо сделал котлетки оставлю на фарш и немножко наверное сделаю лениво глупту вот думаю у меня фарша много получится надо уделывать эту говядинку все никак руки не дойдут а я пока позавтракаю продолжение следует я почистила луку не знаю мне хватит или нет сколько надо его но там много надо посмотрите мне тесто убегает готова так вот почистила я 6 луками обрыдалась пока чистила видите глаза какие то еще надо слез берет как не лук хорошо что только лук его нужно мелко накрошить вообще деревнях есть такие деревянные такие штучки и там можно как они называются с тяпкой там рубили капусту лук мясо мне такой штуки нету так что я обойдусь обычным ножом буду долго тушить на масле потом еще добавлю немного сливочного на растительном и на сливочном до мягкости чтоб она прям так как кашется нам такой консистенции надо лук это будет луковая подушка на пироге пирог будет открытый рыбный а сверху будем класть кусочки рыбы рыба у меня это не речная прудовая вот мне брат ловил еще месяц назад замороженная лежала пора ее уделовать это время на улице дождик шарашек я думаю одна у меня выходной муж на работе детки на учебе так что я спокойно могу заняться своими делами а именно готовкой а стирку закинула еще пропылесошу магазин я уже сходила позавтракала кашку поела вместе с вами погода такая спать я не могу просто вот столько получилось я так подозреваем даже мало ну ладно хватит масло сюда наливаю побольше не жалю масла и ставлю на медленный огонь пускай все утушивается тушится пока без крышки потом крышку накрою и добавлю еще сливочное масло попутно будем тушить долго чтоб оно прям развалилось поставила сейчас варить супчик куриный легкий вот с такой пачки будем варить в пачках иногда хочется какой-нибудь такой дряни у меня глаза вообще что ладно вот лук-морковку я тут натерла почистила картошку сейчас покажу вам что тут у нас происходит у нас тут происходит у нас тут тушится лук на весь дом теперь воняет луком ну не страшно проветрим тут я поставила уже куриные эти воли немножко вариться покипят закину картошку и лук с морковкой ну и в конце там пачку супа вот и весь супчик морёк лаврушку там сок все жидкое должно быть дома что-то да ведь помимо пирогов я тоже так считаю ну вот что тесто я раскатала я его положила так это мы сейчас делаем рыбный пирог смотрите вот лук вот настолько ужарился его втрое наверно меньше стало надо было побольше мне крошить лук очистить вот на будущее буду знать выкладываем его маловато будет маловато косяк вот так вот мы его равномерно распределяем такой пирог готовит моя свекровь вот он очень вкусный старинный русский рецепт особенно если делать это в печи русской это будет просто объедение посолила конечно же добавила сливочное масло тушила долго крышка не закрывала в принципе вот затем мне там звонят извините мама звонила говорит за грибами ходила полно грибов опята маслята боровики рядовки люди удивляются спрашивают откуда Татьяна берешь грибы довольна говорит сижу чищу говорит мариновать буду там и нам что-нибудь достанется так вот на чем остановились там вот лук там мы выложили вот у меня тут такая рыбка что-то там сорожка еще какая-то я не разбираюсь вот я ее присолила предварительно она у меня часа три и солилась и просолилась можно прям на ночь поставить в холодильник и солить и вот так вот выкладываю вам видно там как вы это делаете вот 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 И теперь тут края мы немножко вот так вот закрепляем. Чуть-чуть. Я один раз делала когда-то давным-давно, не много лет назад такой пирог, но у меня что-то не очень получился, я видимо лук мало тушила, в этот раз я его тушила-тушила, но его теперь у меня мало, ничего, в следующий раз думаю получится нормально, идеально, но только у нас теперь рыбы больше нет, вот так вот получается рыбный пирог, сейчас я в разогретую духовку его поставлю. Пока естественно вот это не подрумяните, если у меня вообще подрумянится, но по готовности будет видно. Ставлю в духовку и приступаю к яблочному пирогу. Так, ну что, вот начинку я для пирога яблочного сделала, накрошила яблочки. Я забыла купить лимон, можно сбрызнуть лимонным соком, тогда яблоки темнеть не будут. Ну и без этого, ладно. Добавила сюда сахар, можно добавлять по вкусу. Я сюда пустила 7 столового кожи с сахаром, чтобы было сладко. Ну яблоки у меня не кусают, кстати говоря. Вот, разгордала тесто, буду выкладывать начинку. Ой, а как же они пахнут. Ой, все-таки свои яблоки. Это просто чудо-чудное. Так, равномерно распределяем начинку. Вот. В прошлый раз у меня в первую очередь съели пироги с яблоком, когда я пекла пироги. Я пекла с морковкой с яйцом, с капустой с яйцом и пирог с яблоком. Небольшой, не такой, чуть поменьше. Круглый сделала из остатков теста. В первую очередь шел махом просто. Только в путь. Очень понравились такие. Шарлотки, видать, им уже надоели. Я их уже закормила шарлотками. Так. Ну что, сейчас сверху пласт. Закрываем. Пирог у меня в духовке равный. Суп у меня практически доготовился. Еще минут 20 и готово. Сейчас буду закидывать это в пачку супа. Такой легкий, быстрый супчик. Вот. Стирка достиралась. Надо повесить белье, развесить, сушиться. Вот. Ну и обязательно надо сделать дырочки. Дырочки. О, яблоко вылезло. Ну-ка, обратно. Такие дырочки. Ну и все. Сейчас будет оно растаиваться. Вытащим пирог рыбный и поставим яблочный. Ну что, друзья. Вот такая у меня красота получилась. Сейчас я только что достала пирог с яблоками с сливочным маслом. Обязательно. У рыбного пирога я уже смазала. Он приготовился первый у нас. Вот. Не жалеем. Маслица сливочная. Все. Помажем. Будет мягкая у нас корочка. Вот. Так. Покажу поближе. Ну вот. Красота! 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 Но это еще, вам могу сказать, очень вкусно. Очень. Попробуйте. Только начинки не жалейте. Лука клавите побольше. Вот на такой вот противень я взяла, по-моему, 6 луковиц. Ну, возьмите 10 хороших таких, не маленьких луковиц. Вот. Потому что при утушивании, да, при тушении, все сжимается, все уменьшается в общем. Вот. Вот. Как? Режется кусочек. Вот где кусочек рыбы, режется. Рыбка достается. Рыбку вы кушаете, отделяете от косточек и закусываете вот этим тесто с луком. Это очень вкусно. Ну и яблочный пирог, конечно же. Вот. Вот. Так. Супчик сварила. Приготовился у меня обед. Или уже ужин. Потому что детки уже ближе после обеда придут. Поздно после обеда. Муж после четырех. Так что всех ждет вкусный ужин. Еще меня вечером ожидает. Мне нужно сходить на УЗИ к врачу. Здесь у меня рядом есть частная клиника. Сбегаю. И, конечно же, буду заниматься переработкой мяса. У меня говядина разморозилась. Я ее убрала пока в холодильник. Аду свинину. Свинину муж мне купит. И буду крутить фарш на голубцы ленивые. На просто фарш на что-то. На какой-то пироги там, допустим. И коклетки. Вот так вот у меня сегодня продуктивно прошел мой выходной. Практически прошел. Еще не вечер, как говорится. Так. Я хочу вас попросить, друзья, подписаться на мой Яндекс Ден. На случай закрытия этого. Чтобы меня не теряли. Кому интересно, ставьте лайки за это видео. Пишите комментарии. Ну и всем приятного аппетита. Пока-пока. До новых встреч.